На первенстве города по стрельбе из электронного оружия можно было увидеть не только юношей, но и девушек. Казалось бы, такой вид спорта совсем не женский. Но девочки не уступали мальчикам и показывали хорошие результаты и отличную меткость. Екатерина Надёжкина увлекается стрельбой полтора года. За это время школьница участвовала в различных городских и выездных соревнованиях. В первенстве города по стрельбе из электронного оружия она пробует свои силы во второй раз. В Нижнем Новгороде я заняла третье место. Это бронзовый призёр Нижегородской области. В Казани пока никаких успехов, но идём к этому. Из электронного оружия здесь, наверное, готовятся так же, как и к обычным соревнованиям. Так же, наверное, больше морально надо готовиться, чем физически. Потому что надо, когда ты прицелишься, надо всё держать в себе, все эмоции. Первенство общеобразовательных учреждений города по стрельбе из электронного оружия среди команд юношей и девушек прошло в спортивной школе ИКАР на базе конференц-зала «Бассейн и дельфин». В соревнованиях участвовали команды школьников, состоящие из двух девочек и двух мальчиков от 9 до 17 лет. Каждый участник делал несколько пробных выстрелов, а потом пять выстрелов в зачёт команды. Интересно попробовать пострелять из оружия, но стрельба из электронного оружия, из настоящего, ну, отличается. Вот мы тоже на уроках УБЖ пробовали с учителем. Из настоящего оружия чувствуется отдача, и надо прям по-другому прицеливаться. А с электрического, ну, прицелился, выстрелил и всё. А с электронного стрелять проще, с настоящего посложнее. Командный зачёт определяли по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками в каждой команде. Ребятам нужно было проявить сноровку, меткость и выдержку. Соревнования по стрельбе из электронного оружия организаторы проводят с целью привлечения детей к регулярным занятиям спортом. После подведения итогов победителей призёров первенства наградили дипломами.